Может показаться, что у улитки не так много общего с осьминогом, а у кальмара с устрицей. Но оказывается, это так. Все это моллюски – одна из самых интересных и разнообразных групп животных на нашей планете. Существует более 100 тысяч видов моллюсков. И хотя они сильно отличаются друг от друга, все они имеют общий набор особенностей тела. В первую очередь, все моллюски беспозвоночные. Это означает, что у них нет позвоночника. Если бы он был, улитке было бы очень трудно проскользнуть в свою раковину, а осьминогу – пробраться в узкую щель. Во-вторых, у всех моллюсков мягкое тело. Кстати, моллюск в переводе означает «мягкий». Именно поэтому многие виды моллюсков выращивают раковины, чтобы защитить свои мягкие части тела. Мягкое тело моллюсков покрыто тонким слоем, который называется мантия. Она защищает внутренние органы и отвечает за выделение карбоната кальция, используемого для наращивания раковины. У большинства видов также есть часть тела, называемая ногой. Их нога похожа на вашу ногу, потому что она помогает им двигаться. Язык моллюсков также отличается от языков других животных. Этот язык называют радулой. Он жесткий и шершавый, как наждачная бумага, и используется, чтобы перетирать или соскребать пищу. Большинство моллюсков обитают в морях и океанах. Но не все. Части из них живут в пресной воде, ручьях, реках, прудах и озерах. А другие предпочитают влажные места на суше. Моллюски являются одними из самых ранних форм жизни на Земле. Появившись на Земле еще 500 миллионов лет назад, от морских червеподобных предков они успешно прошли сквозь геологические эпохи и выжили. Хотя, конечно, и не все. Сегодня осталось только 8 разных классов моллюсков. Давайте рассмотрим каждый из них. Первый класс – это ямкохвостые – маленькие моллюски без ноги и раковины. Благодаря вытянутому телу, похожи на червячков. Они называются ямкохвостые, потому что жабры находятся в ямке в задней части тела. Поэтому эти моллюски зарываются в грунт на дне передним концом, а задние держат над грунтом. Второй класс – это борозчатобрюхие. Это тоже моллюски, похожие на червей, у которых нет раковин. У большинства видов на брюшной стороне есть углубление – борозда. Отсюда и название класса. В этой борозде находится кожная складка или видоизмененная нога-моллюска. Эти маленькие слепые животные ползают по дну океанов или живут на кораллах. Следующий класс – это панцирные моллюски. Их другое название – хитоны. У них своеобразная раковина из 8 пластинок. Тело разделено на голову, туловище и широкую плоскую ногу. Встречаются во всех морях, где ползают по камням и скалам. Четвертый класс – это моноплокофоры. Такие моллюски имеют раковину в виде колпачка. Тело состоит из маленькой головы, туловища и ноги. Они живут в морях на больших глубинах. Пятый класс – это лопатоногие. Их раковина похожа на изогнутый бивень. На концах раковины находятся отверстия. Через переднее моллюски могут выдвигать наружу голову и ногу. Нога похожа на лопату, отсюда и название класса. Над головой находятся ловчие щупальца, служащие для осязания и захвата пищи. Большинство видов зарываются в песок, но задний конец раковины всегда торчит над песком. Следующий класс – это двустворчатые моллюски. Сюда входят мидии, устрицы, морские гребешки, морские черенки, а также множество других. Например, гигантские тридакны. Они вырастают в длину до полутора метров, а масса может превосходить 200 килограммов. Название «двустворчатые» означает, что эти моллюски имеют раковину, которая состоит из двух половинок, или створок. Между створками с одной стороны высовывается нога, а с другой – две трубочки, сифоны, через которые моллюск фильтрует воду. Двустворки питаются разными частичками, плавающими в воде. Эти частички они собирают на своих жабрах. Когда песчинка или какое-то инородное тело попадает в их мантию, они обволакивают его слоями перламутра. Именно таким образом в раковинах двустворчатых образуется жемчуг. Седьмой класс – это брюхоногие моллюски. Самый распространенный класс. У них длинная и плоская нога. Раковины брюхоногих закручены в спираль и отличаются большим разнообразием форм и расцветок. У некоторых брюхоногих раковина отсутствует вообще. Различные виды класса обитают как на суше, так и в воде. Наконец, последний класс – это головоногие моллюски. Вместо одной ноги у них 8, 10 и даже больше ног, прикрепленных к голове. Во рту расположены мощные челюсти, напоминающие клюв попугая. У большинства головоногих отсутствуют раковины. Фактически единственный головоногий моллюск, имеющий внешнюю оболочку – это наутилус. Однако у некоторых раковины находятся внутри тела. Они двигаются реактивным способом. Сначала вода втягивается в тело, а затем вырывается из сифона, толкая животное в противоположном направлении. Для защиты от хищников, кальмары и осьминоги могут быстро замаскировать свое тело и слиться с окружающей средой. Если хищник продолжает приближаться, некоторые головоногие моллюски выпускают чернильную жидкость, чтобы отвлечь и запутать врага. Большинство моллюсков травоядные. Водные виды питаются водорослями. Улитки и слизни едят растения и грибы. Осьминоги, кальмары и каракатицы питаются чем угодно – от рыб до крабов. Моллюски внесли огромный вклад в развитие человеческой цивилизации. Раковины улитки каури использовались во многих странах в качестве денег. А жемчуг устриц ценился с незапамятных времен. Из раковин Мурикса добывали фиолетовую краску – пурпур. А плащи некоторых правителей были сотканы из морского шелка. Наконец, моллюски наверняка знакомы вам на вкус, ведь мидий, кальмаров и осьминогов продают в магазинах. Ну вот, кажется, и все. Теперь вы знаете многое о моллюсках. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!